Ну что совершали? По мошенничественным действиям. По мошенничественным действиям. Каким именно способом? Кидали людей. Каким предлогом? По предлогам идти на слух. С мая 2020 года в управление МВД России по Нижнекамскому району стали поступать заявления от местных жителей о совершении в отношении них мошеннических действий. Во всех случаях злоумышленники действовали по одной схеме. Предлагали интимные услуги, объявления которых разместили в сети интернет. Потерпевшим предлагали оплатить предоплату, услуги такси для девушки и страховку. После перечисления денежных средств их номера телефонов были уже отключены. В ряде случаев аферистам удалось выманить у нижнекамцев большие суммы, вводя в своих жертв заблуждение по факту отмены транзакции, либо угрожая им насилием за отказ перечислить денежные средства. Таким образом, 37-летний мужчина перечислил аферистам 107 тысяч рублей. Всего же в результате противоправных действий подозреваемые получили от потерпевших около 400 тысяч рублей. По каждому факту следственным управлением Управлением ВДР по Нижнекамскому району возбуждены уголовные дела под статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». В ходе оперативно-розыскных мероприятий нижнекамские оперативники установили и задержали шестерых подозреваемых в совершении данных преступлений. Все они являются родственниками, проживающими в разных регионах страны. Преступную деятельность в Тулумышленнике осуществляли на территории Казани, где сняли для этого квартиру. В ходе обыска жилища были изъяты сотовые телефоны, сим-карты и банковские карты. Трое из задержанных – житель Ульяновска 1987 года рождения и двое молодых людей 15 и 16 лет – дали признательные показания. В отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ульяновец задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Субтитры создавал DimaTorzok